Дом культуры в селе Фыркал Ширинского района снова заработал, но не после ремонта, а после зимы. На сезон холодов здание закрывается на протяжении уже 10 лет, на ремонт упирается в финансы, а точнее в их отсутствие. К тому же, по мнению Министерства культуры, сумма вложений нужна совсем не та, которую назвали в сельсовете. Продолжит Наталья Гармашова. 47 лет этому дому культуры. Из них около 10 последних работает он по особому расписанию. Закрывается на зиму и распахивает двери только весной. Помещение не отапливается. Система обогрева перемерзла еще в 2012-м, печь демонтировали. Многие местные жители с ситуацией так и не смирились. Культурная жизнь у нас замерла. Последнее мероприятие, которое я помню, это День села проходил в августе месяце. С такими заявлениями директор клуба и руководитель всех творческих кружков в одном лице Натальи Афанасьева категорически не согласна. ДК официально не закрыт. Только детей здесь занимается почти 40, плюс еще и взрослые. С детьми танцую, пою, стихи учим, рисуем, лепим. В прежние зимы кружки из клуба переносили в школу. В условиях пандемии коронавируса это делать запретили. Со временем занятия возобновятся, но чтобы они проходили в полном объеме, их необходимо вернуть в клуб на постоянную основу. И в сельсовете это понимают. В прошлом году планировали восстановить отопление хотя бы на первом этаже. Мастер оценил объем работ, заказали смету. Она прошла экспертизу. Финальная сумма ремонта – 390 тысяч рублей. Но в национальный проект «Культура» документы не пропустили. В октябре мы заявились. Рассмотрели. Не соответствует. Это подходит к капитальному ремонту. А у нас текущий ремонт. Ну, отклонили, отклонили. Возможно, решение этого вопроса так бы и зависло в воздухе, если бы не визит в ФРКЛ работников Министерства культуры. Выяснилось, клубу действительно нужен ремонт капитальный, а может даже и реконструкция. Требуется замена полов и окон, утепление фасада, обновление сцены, восстановление систем водоснабжения и отопления, монтаж модульной котельной. А это порядка 10 миллионов. И без участия в федеральных программах получить такие деньги невозможно. Мы понимаем, на капитальный ремонт нужен проект. На это нужны средства. У нас в бюджете нет. В район обращались, район говорит, не полномочия района, это полномочия поселений. В Минкульте считают, поселениям и районам нужно в прямом смысле настаивать на сотрудничестве. Территория-то общая. Можно обращаться за поддержкой и в само министерство. Можно действовать район правительства, либо сельсовет район министерства, чтобы уже предусмотреть финансовые средства на обеспечение, изготовление этой документации. Другой вопрос, конечно же, что не на все хватает денежных средств, даже у республики. Но тем не менее, участвовать и привлекать федеральные деньги очень нужно стараться. К примеру, если речь пойдет о национальном проекте «Культура», то 91% работ профинансирует федеральный центр, 9% поделят республика, районы, поселения. В Фуркальском сельсовете решили поднатужиться и успеть до 26 апреля подать заявку на участие в проекте на будущий год. Приложат к ней все имеющиеся сметы, правда пока лишь по ремонту отопления здания. Если же с нацпроектом не сложится, то до осени есть время подготовиться и вступить уже в федеральную программу комплексного развития сельских территорий. Условия софинансирования там еще более выгодные. 99% Москва и лишь один республика. Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...